Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. В топе информационных лент, телеканалов, газет по-прежнему события на Украине. Наши военные неуклонны и все успешнее выполняют поставленные задачи, и, видя это, западная коалиция продолжает подливать масло в огонь, поставляет украинской группировке все более дальнобойное оружие для затягивания конфликта. При этом, по большому счету, всем понятно, что в этом локализованном столкновении НАТО с Россией победа точно будет за нами. Вопрос только во времени, цене и итогах, а точнее той новой, в первую очередь, политико-экономической конфигурации, которая сформируется и будет развиваться после окончания горячей фазы спецоперации. Ну а пока на Западном фронте без перемен, давайте посмотрим, что тут у нас в Твери происходит на фронте, так сказать, политическом. Всю прошедшую неделю подводились итоги предварительного голосования Единой России в Городскую думу Твери. Это единственная партия, которая запустила процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов на выборные должности на предстоящих в этом году федеральных, региональных, ну и вот наших муниципальных выборах. Надо сказать, что дело это неплохое. У избирателей появляется возможность повнимательнее приглядеться к кандидатам, чтобы осенью сделать свой осознанный выбор. В этом году предварительное голосование прошло только в формате онлайн. Каждый желающий смог в течение недели до 31 мая зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за выбранного им кандидата. Дебаты кандидатов, их видеопрезентации своих программ тоже были выложены на партийном сайте. Кто хотел, тот посмотрел. Непосредственно в самом голосовании избиратели участвовали тоже в электронном формате. Регистрацию для голосования можно было пройти либо через свою учетную запись на сайте госуслуги, либо через цифровые платформы партии. По правде говоря, многие люди сетовали, что регистрироваться, загружать личные данные, запоминать пароли – это все было не всем привычно. Кому-то даже показалось неудобно и даже опасно. Ну а кто-то просто привык за многие десятилетия, что выборы – это, ну если хотите, некий ритуал, когда всем домом шли на избирательный участок, где за годом были организованы торговые точки с пирожками и напитками, ну а на стенах висели плакаты с портретами кандидатов. Возле них можно было потусоваться, обсудить все «за» и «против» с соседями, а потом уединиться в кабинке и тайно ото всех поставить заветную галочку. Но времена меняются. Хотим и того или нет, но через пару электоральных циклов онлайн-голосование, скорее всего, станет основной, а может быть и единственной формой волеизъявления на выборах. О плюсах и минусах такой организации процесса мы еще с вами не раз поговорим, а пока просто констатируем, что на протяжении недели, когда длилось голосование, не поступило ни одной жалобы на какие-либо нарушения этой процедуры. Голосование в новом формате состоялось. Уровень явки, а точнее участия, составил 5,31 от всего числа избирателей. В Твери это примерно на том же уровне, что и на прошлых выборах. Теперь о кандидатах. Их было 142, а претендовали они на 25 одномандатных округов, то есть в среднем почти 6 кандидатур на один округ. Среди победивших 18 единороссов, 5 сторонников партии и двое беспартийных. Больше половины кандидатов в этом списке – действующие депутаты, их 14 человек. Три победителя – представители молодого поколения. Ну и помимо депутатов, тверичане поддержали представителей сферы образования, спортивного сообщества, медиков, волонтеров. Хотя, справедливости ради, замечу, что и многие депутаты, как говорится, в обычной жизни тоже являются и врачами, и учителями, и журналистами, и предпринимателями, да и много еще кем. В принципе, итоги праймерис довольно предсказуемы. Почти везде действующие депутаты, которые решили снова участвовать в выборах, победили в своих округах. Но не везде. Например, депутата Дениса Блиновского обошел другой участник праймерис, господин Дроздовский. Он директор одной из тверских школ. А на округе номер 18 депутата Светлану Козлову обошел кандидат Владимир Ешурин. Он успешный бизнесмен в сфере производства строительных материалов. Похоже, что в городскую думу возвращается известный тверской врач, а еще недавно министр регионального здравоохранения Сергей Козлов. Он победил на втором округе. Так же, как и его коллега, детский врач Анна Зайцева. Она идет по третьему округу. Если говорить о бывших, то есть о тех, кто когда-то уже был депутатом городской думы, но потом работал на каких-то иных поприщах и вот снова решил вернуться в городской представительный орган власти, то можно назвать Екатерину Глебу. Она победила в праймерис на округе номер 23. Активная борьба развернулась за округ номер 9. Это Затверечье, Сахарова. Здесь определились два основных фаворита. Директор Федерального научного центра «Лубиных культур» Роман Ростовцев и предприниматель Анар Ильясов. Оба набрали немало голосов, но все же победил аграрий Ростовцев. Вот такой расклад. У большинства победителей предварительного голосования есть неплохие шансы одержать победу и на предстоящих выборах в Тверскую городскую думу. Хотя там предстоит конкурировать уже с представителями других партий. Что ж, как говорится, цыплят по осени считают. Вот и подсчитаем. 11 сентября. Это была колонка главного редактора. В студии был Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире.